Экономика должна быть экономной. Экономить решили за счет грамотной кредитной политики. Также были проведены переговоры с управлением федерального казначейства, где мы, наш городской округ, проведя определенную работу и доказав, что наш бюджет соответствует всем требованиям выдачи государственного кредита, мы получили кредит от нашего управления федерального казначейства, от государства в размере 1 миллиард 150 миллионов под ставку 0,1% годовых. Деньги федерального казначейства пустили в дело, заменили ими кредиты коммерческих банков, за счет чего сэкономили еще 13 миллионов рублей. И это только за первый месяц. Их потратят как раз на выплаты заработных плат, их потратят на капитальные ремонты школ, детских садов. Много очень вводится садов сейчас, новых, до конца года еще три должны вести. Выгодные банковские займы получили и муниципальные предприятия города. Для них кредитные ставки снизили на 6%. Банки, они же тоже социальную ответственность несут, они понимают, что они живут в этом городе, что эти денежные средства как бы все равно возвращаются неким образом. Нашим же жителям города и эти муниципальные предприятия просто несут меньше расходов. Мы направили письма, многие банки нам откликнулись, пошли навстречу. 23 миллиона рублей остались в бюджетах транспортных и других муниципальных предприятий. Еще одна статья экономии – снижение цены контрактов при проведении торгов. Закупки с точным расчетом – плюс 240 миллионов для городской казны. А это примерная стоимость 10 больших современных автобусов. Начать себя и экономить на нуждах администрации. Об этом тоже говорил Олег Фурсов. Количество городских чиновников сократили на 20%. Зарплаты сотрудников администрации временно заморозили. Повышения пока не будет. В мэрии затянули пояса. На представительские расходы – минимум денег. Отказались от дорогих покупок, как служебные автомобили. Общая экономия в этом году – почти 800 миллионов рублей. Потратят эти деньги в основном на социальные нужды. Бюджет – это такая вещь, это социальная вещь. Основные его расходы направлены на заработную плату учителей, работников детских садов. Потому что в размере бюджета это составляет 56%. 16% – еще социальные выплаты. И 10% – это все вещи, которые у нас идут на коммуналку и так далее. Поэтому главная задача – сохранить бюджет, направленный социально. Деньги сейчас нужны и для наполнения бюджетов районов. Они будут складываться из налогов на землю и налогов на имущество. Но пока вся система только становится на ноги и районные администрации формируются, финансами помогут областной и городской бюджеты. В бюджете 2016 года предусмотрены трансферные сделки. Это денежные средства, которые будут выделяться городом и областью. Сломалось дерево, провалился асфальт. Раньше у районов этих денежных средств не было и не было кому этим заниматься. Это все опять шло в город, это длинная цепочка. Сейчас эти денежные средства будут в районах, им переданы некоторые функции. И вот реформа в этом заключается, чтобы быть ближе к человеку. Расходы сокращают, а вот к доходам подход противоположный. Город активно ищет и находит дополнительные источники, чтобы наполнить казну. Поставлены какие задачи? По повышению арендной платы использования земель, получение дополнительных доходов с рекламы, потому что реклама есть на общественном транспорте. У нас очень много стоянок, порядка 382 из них легализованы. Не все, половина. Вот если эти стоянки легализовать, чтобы они платили налог в пользу города. В бюджете Самары на 2016 год все сошлось до рубля. Лишних денег нет. А планов и задач на ближайшее время достаточно. Рациональный подход – кредо для расходов и на будущее. Главное, чтобы преображение города теми же чемпионскими темпами продолжалось и дальше. А жители с каждым днем чувствовали себя комфортней, не вспоминая о курсе доллара и цене на нефть.